Ребят, всем привет, кто подключается к прямому эфиру. Есть очень важное сообщение, которое я хочу довести до вас, до наших внешних партнеров, до всех граждан страны, которым не безразлично то, что в стране происходит. Что-то мне пишет, мы пытаемся возобновить подключение. Так, ага, все идет. Так, ну что, я вас приветствую, дорогие друзья. Вас зовут Питос и Мас приятник. Астас, Тотс, Крештини. Сарбатурьяск. Плата Лумя Нурмалос приготеште где Сарбатуаря Ану Луйноу Пивек. Значит, многие сегодня готовятся к Новому году. Значит, люди готовятся встретить Старый Новый год. Вчера я написал в социальных сетях о том, что вчера Бельцы посетил, значит, всем известный молдавский милиционер-кавкалек. Значит, было проведено совещание, значит, в связи с тем, что будет в Бельцах должно пройти заседание муниципального совета, на котором должны определить мотив для проведения референдума в Бельцах и определить дату и как будет звучать сам вопрос, как будет стоять сам вопрос. О моей отставке. Значит, Кавкалюк дал команду уничтожить любыми путями советников от нашей партии, начать с тех, у которых есть тот или иной бизнес, для того, чтобы заседание муниципального совета не состоялось. И начать с тех, у которых есть тот или иной бизнес. Сегодня с самого утра они открыли настоящую охоту за руководителем фракции в Бельском муниципальном совете Игорем Басистом. Значит, провели обыск в его компании. Они делают все для того, чтобы его арестовать. Значит, Басистый молодец. Значит, Сопусова Шален Конкап на данный момент находится в надежном месте. Значит, бельских полицейских рвут на части за то, что они не могут его арестовать. Ну, в общем, происходит весь этот бардак, весь этот произвол. В связи с чем я хотел бы обратиться ко всем нашим коллегам, быть предельно внимательными, потому что вчера абсолютно всем советникам пытались вручить повестку, их вызывать в Центр по борьбе с коррупцией. Они уже все стали обвиняемыми в уголовном деле, и все должны явиться с адвокатами 17-го числа, то есть за день до проведения заседания муниципального совета, к следователю. Значит, большинство советников не брало эту повестку в руки, так как не было адвоката и так далее. Но вопрос заключается в другом. Вы вчера видели, как отреагировал ЦИК, вернее, как он себя повел. Значит, и чем закончилась инициатива гражданского общества о проведении референдума «Антимикс». Значит, чтобы не мучить людей в городе, чтобы прекратить это круглосуточное вранье на телеканалах холдинга «Плохотника», я вышел сам с инициативой о проведении референдума, вернее, я обратился к совету, потому что совет муниципальный может инициировать референдум. Значит, сейчас они делают все, чтобы он так же не состоялся. Плохотню хочет захватить любыми путями Бельцы. В связи с этим, дорогие друзья, я, конечно, все понимаю, но мне непонятна реакция наших внешних партнеров, которые признали незаконно избранное правительство. То, что молчит президент Дадон, это у него такая работа, как бы молчать и делать кое-что еще. Я не буду говорить, что вы это знаете. Но все кричат про реформу юстиции. Значит, все сегодня смотрят о том, как Плохотнюк пытается представить войну с русскими танками, какой он великий там прозападные политики и так далее. Скажите, пожалуйста, в вашем понимании евроинтеграция – это то, что происходит в стране, нас пытаются уничтожить с 2014 года, сняв с парламентских выборов, не допустив к президентским изменениям возраст, угрожают примарам, рвут на большую часть местных избранников. Они хотят уничтожить нашу партию до парламентских выборов. В связи с этим я обращаюсь ко всем внешним партнерам. Я хочу услышать реакцию главы делегации Евросоюза, господин Питер Михалко. Я хочу увидеть реакцию господина Петита посольства Соединенных Штатов Америки. Я хочу увидеть реакцию посольства Российской Федерации. Вы знаете, то, что рвут меня, уничтожают десятки уголовных дел, делают все для того, чтобы я обогнал Брэйвика по количеству убийств и так далее. Это все понятно. Но сегодня рвут людей, у которых там семьи, у которых работают. Это люди, большая часть из которых благодаря мне осталось в Молдове, потому что, когда я вернулся в Молдавию в 2014 году, они хотели ее покинуть. Значит, почему сегодня можно одним все, а другим ничего? Когда все послы кричали в один голос, что нужно мирным путем протестовать, ни в коем случае не допускать каких-то побоиц и так далее. Значит, нужна демократия и так далее. Что такое демократия сегодня? Демократия сегодня в Молдове, это возбуждаем кому угодно и когда угодно уголовное дело. Демократия сегодня в Молдове, это когда приходят бельские муниципальные советники и говорят, что у жены найдут наркотики, детям устроят проблемы, а третьим даже говорят о том, что уволят с работы братьев, сестер, причем даже двоюродных. Демократия сегодня в Бельцах в чем? Что сидят какие-то ублюдки в Бельцах, в госканцелярии, которые грабили город, и сегодня эти мрази сегодня руководят уничтожением людей за то, что мы в Бельцах навели порядок? Демократия это что, дорогие друзья? Это то, что можно сегодня за то, что не легли под них закапывать в землю заживо людей? Это у нас сегодня демократия. Поэтому я хочу еще раз от всего сердца поблагодарить наших советников, наших активистов за то, что они выдерживают этот удар. Я прошу экстренно собраться руководство нашей партии сегодня в Центральном офисе для того, чтобы разбудить Конгресс местных властей, для того, чтобы довести ситуацию и до господина Фурдуя в Калм, и до Конгресса местных властей Совета Европы. Значит, о том, что происходит. Потому что сегодня, если кто-то, прикрываясь евроинтеграцией, грабил страну, как, например, Киртуака в Кишневе, то как бы вот трогают там, трогают сегодня как бы мэра, который там кричал про объединение с Румынией, которая не может жить без НАТО и так далее. А сегодня, когда трогают тех, которые проводят реальные реформы в стране, наводят реальный порядок, значит, это как-то, ну, все, как бы, ну, там, как-то разбираются и разбираются. Это все, как бы, война Плохотнюка с усатым. Хорошо, уважаемые господа послы, если это война Плохотнюка с усатым, то пусть ваш Плохотнюк воюет со мной. Сегодня, уничтожая этих людей, в чем виноваты эти люди? В том, что они хотят навести порядок. Значит, я, мне очень интересно, как, какова будет реакция на все то, что произошло сегодня и на то, что произойдет в ближайшие дни, потому что на этом они не остановятся. Им нужно любыми путями уничтожить Николая Григоришина, им нужно сегодня уничтожить ключевых советников нашей партии, Бельцик, для того, чтобы опять публика показала по всем каналам, вы смотрите, как люди от усатого уходят и так далее. Вы посмотрите этот пиар, который они устроили. Они сегодня продолжают блокировать развитие города. Есть человек, которого я брал, например, на работу в Бельцик, когда со всего города писали, что, Ренат, не берите его на работу. Мы знаем, кто он такой. Когда я взял человека, которого я считал другом, и взял пчелу для того, чтобы он навел порядок, на парковках в городе, ремонт дороги и так далее, и так далее, значит, которого показывали все телеканалы, как он уволился, какую он длинную там подписал декларацию в Бельцик и так далее. Значит, вчера было совещание, увольняться он не хочет. И он будет делать все для того, чтобы город не убирался, для того, чтобы показать еще раз, как бы пытаться показать людям, что посмотрите, вот в Бельцик как бы все плохо, пока руководит наша партия. Вы знаете, ситуация складывается на самом деле ужасно. Я не переживаю давным-давно за себя. Я не думаю о тех проблемах, которые есть, и которые Плохотнюк обсуждает со своими уродами, в том числе и преступниками, значит, пытается создать мне какие-то новые. Они об этом, поверьте, думают сейчас круглосуточно. Мы единственные сегодня, которые стоят им поперек горла, значит, вы обратите внимание, они критиковали и других до сих пор. Но сегодня они сконцентрировали все внимание только на нас, потому что понимают, что присутствие нашей партии в парламенте, это поломает их планы с Додоном. Это будет рупор, который невозможно будет игнорировать. Ведь они почему не пускали в парламент? Потому что одно дело, усатый кричит, борется, находясь в бельцах, в должности мэра. Другое дело, мы будем в парламенте. Поэтому этого, поверьте, они боятся больше всего. Потому что там сидят все эти буржуи, перецелованные, переспавшие друг с другом. Понимаете? Потому что вот эта вся голубятня в молдавском парламенте, где большая часть этих депутатов, это люди, которые воровались друг с другом, строили схемы, даже если они находятся в разных партиях. Сегодня, на самом деле, им не нужен тот, который придет, зайдет в парламент и который развалит всю эту ихнюю куматрию. Я хочу поблагодарить всех тех, которые написали мне в личку, оставили свои контакты, значит, с некоторыми я уже переговорил. Я обещаю перезвонить абсолютно всем, которые оставили мне телефоны, которые находятся в Москве, в других городах России. которые находятся в Италии, Португалии, Германии. Ребят, для тех, кто не видел предыдущий эфир, пишите мне в личку свои личные телефоны, номера ватсап желательно. Значит, я вам всем перезвоню, и мы должны обязательно подготовить, подчеркиваю, подготовить свое возвращение домой. Потому что если нас вернутся тысячи людей в один и тот же день в течение, скажем так, одной и той же недели домой, я уверен, что очень много людей придет, нас поддержит из тех, кто остался в Молдове. Но так как большая часть людей из страны все-таки уехала, людей решительных, людей, которым не наплевать на то, что происходит в стране, которые поддержали мою инициативу вернуться после 10 лет жизни за рубежом в Молдову, для того, чтобы навести там порядок. Ребята, объединяемся, готовимся, едем домой, это надо заканчивать. И, уважаемые внешние партнеры, прекратите поддерживать, пожалуйста, этих подонков и негодяев. У них нет ничего святого, им все равно делать людей наркоманами, убивать их в тюрьмах, прессовать, любыми путями добиваться там ложных показаний против кого-то. Ну, кого вы поддерживаете? Ну, вас начнет ненавидеть скоро весь молдавский народ. И это касается абсолютно всех внешних партнеров, не только одних, чтобы это было понятно. Потому что то, что сегодня происходит в Молдове, весь этот цирк, который разыгрывает Плохотнюк с Дадоном, ну, вы понимаете, ну, уже просто тошнит от этого, понимаете. Из-за этого секса между Плохотнюком и Дадоном, который сегодня существует, люди скоро перестанут в Молдавии делать детей, понимаете. То есть сегодня они вывозят детей, ну, которые у них есть там, раньше родившихся, но люди, женщины скоро перестанут беременеть. Да и не то, что женщины скоро, даже коровы перестанут беременеть, которые одним глазом идут с поля и как бы смотрят то, что показывает публику про, про этот, про все эти концерты, которые Плохотнюк с Дадоном нами исполняет. Ребят, я вас еще раз благодарю за поддержку, значит, жду тех, которые не написали мне в Фейсбук, оставляйте свои контакты и давайте договариваться, давайте вместе ехать домой. Так дальше не пойдет. Они уничтожат всех, ребят. Я не хочу сегодня, как они думают, там, что вот усатые заберут людей, которые у него остались, трудоустроят их в Москве, займутся там бизнесом и оставят Молдавию раз и навсегда. Ребят, мы должны сделать все, что в наших силах. Уехать, остаться жить за рубежом, это можно сделать всегда. Но этого ни в коем случае сегодня допускать нельзя. Если бы я выбрал этот простой путь для себя, то я бы не возвращался даже в 2014. Ребят, всем хорошего дня. Пишите, пожалуйста, в личку свои телефоны. Делайте, пожалуйста, репосты. Всех с наступающим Старым Новым Годом. Я очень надеюсь, что Игоря Басистова эти мусорята сегодня не найдут. А те полицейские, которые считают себя нормальными полицейскими, ребят, я понимаю, что вы слушаете этих уродов. Я понимаю, что вы потом будете говорить, ой, Ренат, ну они заставляли, там, угрожали или так далее. Ребят, имейте в виду, что эти люди окажутся на скамье подсудиной. Вместе со всем бандитским режимом, который сегодня есть во главе страны. Все, ребят, огромное вам спасибо. Всех с наступающим Старым Новым Годом. Всем хорошего дня. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok